Сегодня я расскажу вам о процессе печати аттестатов для выпускников средней общеобразовательной школы. Данный ролик будет интересен для тех, кому просто интересен данный процесс. Или же просто вы являетесь работником школы и вам необходимо напечатать аттестаты для выпускников, тогда этот ролик для вас, потому что он будет являться инструкцией по печати аттестатов, достаточно подробной. Для дальнейших действий нам понадобится программа Ив Аттестат. Это простейшая программа и в принципе кроме нее нам ничего больше не понадобится. В программе достаточно интуитивный интерфейс, здесь все понятно, никаких вопросов возникну в принципе не должно. Программа простая. Для начала нам необходимо просмотреть базу данных и настроить ее. Выбираем главные установки, настраиваем все под вашу школу, в том числе год, дата выдачи, директор, наименование школы. В принципе внизу менять ничего не нужно, если вы печатаете по стандарту. Также в принципе вы можете изменить здесь размеры шрифта. Чуть ниже настраиваем поля, то есть в приложении букву Z на пустом месте, каким образом она будет накладываться. И нажимаем готово. Далее список предметов. Вносим сюда предметы, которые необходимы для вашего аттестата. Нажимаем готово. Далее список выпускников и добавляем всех необходимых выпускников. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер аттестата, на котором будет напечатан данный текст. Какой вид аттестата, обычный, золотой, справка об обучении и так далее. Вносим оценки. Далее нажимаем заполнить дополнительные сведения. Вносим дополнительные сведения, которые будут напечатаны на приложении и нажимаем готово. Также вы можете посмотреть пример, который я создал. Уже заполнен. Вот так выглядит дополнительные сведения. Далее вы будете проводить пробу аттестатов, вы не будете печатать сразу на бланке. И если вдруг какие-то отклонения от нормы, то есть лево-вправо текст пляшет, то вы можете выбить макет и изменить один из макетов. Например, титульный лист бланка обычного аттестата. И здесь внести размеры, подкорректировать под свой бланк. В моем случае бланк аттестата ОО спецбланк города Москвы. Но если у вас какой-либо иной, то вы можете загрузить его на специальном сайте. Это макеты, загруженные пользователями. Но здесь я в принципе находил все, что необходимо. Я думаю, что и вы найдете. Загружаете и открываете данный макет. Также, что еще важно в этой программе. Справа вы можете настроить фильтры, если учеников очень много. Также внизу есть формы, в которых вы можете подкорректировать размещение печати, то есть текста, если оно смещено. То есть по вертикали, по горизонтали. И также смещение печати в приложении. Ну и последнее, что нужно знать. Когда уже будете печатать все бланки, вам необходимо выбрать печать с просмотром на определенном ученике. То есть убираете определенного ученика, печать с просмотром и выбираете, какой лист вы будете печатать. К примеру, титульный лист аттестата обычного. Либо же лицевая сторона приложения и оборотная сторона приложения. В моем случае мы будем использовать три этих пункта. Для начала нам понадобится любой черно-белый принтер, а также ножницы, карандаш, линейка и бумага для того, чтобы вырезать образцы под бланки. Потому что сразу на бланках мы печатать не будем. Нам нужно провести тестирование. У каждого бланка есть определенные размеры установленной типографии. Например, спецбланк имеет размеры 22х15.5 см для аттестата и для приложения 29х20.5 см. Вырезав для себя пробники, не забудьте, что аттестат вставляется определенной стороной. Так же, как и приложение. Поэтому необходимо на образцах разметить это. То есть написать аттестат точно так же, как и на бланке. Так же сделать на приложении. И вставлять определенной стороной. Это нам необходимо выяснить, какой стороной правильно вставлять бланки. Чтобы не напечатать кверх ногами, к примеру. И не испортить официальный бланк. А это чревато последствиями. Потому что замены у вас может и не быть. В программе InfoAttestat выводим на печать аттестаты приложения. Вставляем образец в принтер и пробуем печатать. После чего идем к окну, либо же наводим бумаги на свет, берем бланк аттестата, образец, накладываем друг на друга и проверяем. Бумага должна просвечиваться. И мы должны видеть с вами, точно ли весь текст попадает на свои нужные места. Если нет, то редактируем макет, как я говорил ранее. И еще раз проверяем до тех пор, пока все не совпадет. До тех пор бланк мы не печатаем. То же самое мы проводим с приложением и с оценками на оборотной стороны приложения, чтобы все было на своих местах. Когда все тесты проведены, то приступаем уже к печати на бланках. Обязательно вставляете аттестат правильной стороной. Выводите через программу InfoAttestat на печать бланк и печатаете. Не забывайте, не перепутайте сторону печати, потому что можете уничтожить бланк. Сразу же здесь хочу дать вам совет. Для начала печатайте все аттестаты для всех учеников, а лишь затем для них же печатайте приложение. Это делается для того, чтобы не сбилась печать, так как принтер настроен под определенный формат. Также последовательно делаете и проверку образцов. То есть сначала проводите проверку образца для аттестатов, затем сразу же вкладываете аттестаты и печатаете, а лишь потом проверку приложений и печать самих приложений. вкладывается. Это лишь один из способов печати аттестатов, так как существуют различные другие программы, также платные, а это является бесплатной, но все же вы должны получить определенный результат в виде корректно напечатанного аттестата, а также бланка приложения.